Коммунальные службы города уже готовятся к зиме, тем более что главный синоптик Петербурга рекомендует автомобилистам, например, уже задуматься о смене летней резины на зимнюю. Скоро начнется продолжительный период похолодания, который может растянуться, ну, дней на 10. А то и на всю зиму. Но в ближайшие 10 дней ночью ожидается стабильный минус. Ильдар Абитов к похолоданию подготовился и отправился туда, где уже тоже все готово на случай внезапных снегопадов. Ильдар, тебе доброе утро. Почему вместо зимней шапки у тебя каска на голове? Рассказывай. Доброе утро, коллеги. Приветствую еще раз вас, дорогие наши телезрители. Я нахожусь сейчас на территории стационарного снегоплавильного пункта. Это зона повышенной опасности, поэтому по технике безопасности на мне должна быть каска. В общем-то, ее я и надел. Именно сюда приезжают грузовые машины, сгружают снег. Сама эта процедура занимает примерно полторы минуты, то есть это довольно высокие темпы. Эти центры, эти снежные пункты находятся в разных районах города. А мы же сейчас находимся в Приморском районе, на Мебельной улице. И вот подробнее о том, как город готовится к возможным непогодам, нам расскажет представитель водоканала Санкт-Петербурга. Пресс-служба водоканала Санкт-Петербурга Никита Плотников. Никита, доброе утро. Вы сказали мне за кадром, что в летний-осенний период механизм вот этого пункта готовился к непогодам. Не просто была консервация. Вот что именно было сделано? Да, Эльдар, работы были проведены колоссальные, потому что прошлый сезон был достаточно снежным. Мы приняли 2 миллиона 178 тысяч кубических метров снега. Соответственно, когда пункты прекратили свою работу, мы приступили к подготовке, сначала точнее, к подготовке снегоплавильных пунктов уже к новому сезону. То есть мы снимали дробилки, которые сейчас перед вами. Мы вытаскивали насосы, проверяли их рабочее состояние, увозили, если надо, где-то было подлатать, если можно так сказать, мы этим занимались. После чего были проведены работы по установке, всего обратно. Был промыт трубопровод, который находится под канализационной... Вот как раз-таки мы рядом с ним находимся сейчас. Да, под нами находится подземный мир сейчас. Просто канализационный подземный мир. Мы все промыли, и, соответственно, теперь пункты готовы принимать первый снег. К вопросу о готовности пункта, как вообще происходит? Вот я сказал про то, как приезжает грузовик, они проезжают через сканеры. Вот, например, позади нас они были. Как вообще происходит процесс переработки снега? Ну, груженый грузовик подъезжает к дробилкам, снег попадает в дробилки, измельчается, крупный мусор остается на дробилках. Далее снег попадает в снегоплавильную камеру, где за счет тепла часточной воды он тает. Далее все происходит, попадает в песколовки, где отсеивается песок, мелкий мусор. Все остается здесь, весь мусор, можно сказать. Далее вода, которая уже растоплена, растоплен снег точнее, и вода из него попадает в канализационные коллекторы. По ним, по очистным сооружениям, там проходит полный цикл очистки и Финский залив. То есть это уже такая, можно сказать, полная фильтрация идет? Ну, фильтрация все-таки проходит на очистных сооружениях основная, а здесь остается мусор, чтобы он не попадал в трубы, не происходило заиливание сети. А если вот у нас не так много времени остается, расскажите, сколько вообще может принять грузовиков один снегоплавильный пункт? Снегоплавильный пункт, его производительность 7 тысяч кубических метров в сутки. Если мы возьмем, что один грузовик со снегом это 20 кубов, то где-то, наверное, 350 в сутки мы можем принять грузовиков со снегом. Может даже более, ну где-то до 400. Все, отлично. Никит, спасибо вам большое, друзья мои. Ну, а мне остается добавить, что несмотря на то, что синоптики нам пока что такую вьюжную зимнюю погоду еще не обещают, тем не менее городские службы уже готовы к любым разворотам стихии. Коллеги, вам слово. Дар, спасибо тебе. Как растопить снег? Мы теперь точно знаем. А вот как растопить сердце зрителя знают участники конкурса молодых оперных певцов имени Федора Шаляпина, о котором мы расскажем после небольшой паузы.